И всем привет ребят, с вами StarVac, я сегодня написал новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня вместе с вами мы обсудим тему рубинов и новой валюты в игре, обсудим зачем же ее на самом деле сделали, вернее сделают и в чем же вообще весь прикол и для чего эта валюта на самом деле вводится. По моему мнению и по тому как я вижу уже эту ситуацию, если изначально когда только вышла новость о валюте и вышел видеоблог, то у меня был главный вопрос зачем это все дело делается, но спустя где-то пару-тройку часов, разобравшись в этом всем деле, я наконец-таки понял в чем эта вся суть и сегодня мы это вместе с вами обсудим, ну а вы в комментариях также поделитесь своей точкой зрения, как вы видите для себя эту ситуацию. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона писалов на 2 тысяч танкоинов, для этого у вас сроки в аккаунте QS на всему личный такт-тактимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Давайте начнем с того, что изначально те танкоины, которые у вас сейчас есть на аккаунте, они никуда не денутся, то есть они не будут автоматически переведены в рубины и эти танкоины у вас останутся на балансе, как валюта, которая уже будет приобретаться исключительно за реальные деньги. То есть после этого, как произойдет обновление, вы танкоины на свой аккаунт получить не сможете, только лишь за счет доната. Я даже думаю, что во всех турнирах, во всех других мероприятиях вы танкоины уже получить никак не сможете, то есть это будет исключительно донатная валюта. В первую очередь, что я для себя понял, то есть для себя я понял, что это первая жесткая контра абузу танкофонда, да, так как танкофонд у нас на протяжении всего этого времени можно было приобретать за танкоины, будет он теперь приобретаться у нас за рубины, так же как и все остальные ивенты, да, вернее наоборот будет приобретаться за танкоины, а у вас будут, например, рубины. То есть как и все другие ивенты масштабные, да, по типу там танкофонда, может даже каких-то ивентов особых, спецухи тоже могут продаваться за танкоины, как и танкофонд. Это будет сделано для того, чтобы те игроки, которые абузят аккаунты, да, вы знаете, что есть там чилы, у которых, например, там 200 аккаунтов, на которых они покупают танкофонд, и постоянно в этих танкофондах участвуют, 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 чтобы у них не было такой возможности в будущем участвовать в таких танкофондах, так как это все будет приурочено исключительно к танкоинам, а танкоины можно будет приобрести только за донат и за реальные деньги, да, а у игроков, ну, может там, условно, там первый танкофонд они смогут еще приобрести, у них там есть танкоины, да, дальше у них танкоины заканчиваются, они будут получать только рубины, ну, и, соответственно, вся эта ситуация заканчивается для всех новых игроков, либо те, кто только приходит в игру, возвращается в игру, там, у кого нету танкоинов, те уже будут только лишь приобретать спецухи и, например, там танкофонд за реальные деньги. То есть, в первую очередь, это контра абуза и, можно так сказать, невозможность на халяву участвовать в таких ивентах. Также это, ну, в какой-то степени контра даже вот таких вот, как я, да, у которых есть большое количество танкоинов, выигранное с турниров, уже там года три назад, условно, я их выиграл, да, и вот на протяжении всего этого периода времени я уже давно перестал играть в турнирах, и у меня это значение сохраняется, и на каждом, грубо говоря, аккаунте у меня есть эти танкоины, да. Ну, и ценность этих танкоинов на сегодняшний день повышается, ну, многократно, я бы сказал, многократно. И ни в коем случае не торопитесь менять эти танкоины на рубины в большом количестве, так как сейчас после смены вот этой вот, ну, можно так сказать, определенной конвертации ввода новой валюты в виде рубинов, эта ценность танкоинов значительно-значительно повышается. И мой вам совет оставлять максимально долго эти танкоины, так как будут даже какие-то определенные ивенты, которые можно будет приобрести исключительно за танкоины, то есть только за, грубо говоря, реальную валюту. Ну, и также сказали о том, что эти танкоины можно будет менять даже на покупку премиум аккаунта, да, то есть даже премку можно будет покупать за танкоины. То есть, грубо говоря, все те игроки, у которых сейчас есть хорошее количество танкоинов, они, ну, на дистанции будут на какой-то период времени, в плюсе, да, но я думаю, что под это все дело разработчики придумают и большое количество всяких ивентов, которыми будут байтить, чтобы все эти танкоины как можно быстрее вы потратили, да, очевидно. Если изначально я, как уже сказал, я не понял концепцию этого и не понял, зачем все это дело делается, то после того, как, ну, прошло какое-то время, да, после того, как я обдумал всю эту суть, то могу сказать, что в этом есть реально смысл. Да, есть смысл в этом, есть смысл уйти от абуза, и то, что это, там, кто-то говорит, для подсчетов лучших делается, возможно, да, это для подсчетов, там, для какой-то, там, не то, что коммуникация как-то, правильно, ну, для, короче, финансовой вот этой вот части, чтобы это все было более правильно, возможно, в этом тоже есть какой-то смысл, да, но я для себя вижу, что, в первую очередь, это возможность уйти от вот этих вот мультиаков и вещей, которые, ну, возможно, мешали, да, даже игре правильно делать ивенты, да, потому что всегда была какая-то связь, то, что там, получается, заливаются спецухи с, можно так сказать, недействующих аккаунтов, да, и это в какой-то степени даже правильный вектор развития вот такой вот политики. Посмотрим, что из этого по итогу на дистанции получится, но выглядит с одной стороны изначально, когда ты не понимаешь, да, как это работает, выглядит это как-то очень странно, а сейчас, в принципе, для себя я понимаю, что логика в этом есть и вопрос только, как это все до конца будет реализовано. Но я думаю, что мы это увидим, поэтому сохраняйте танкойны, мой вам совет. Ну и ждем обновления, не знаю, когда оно будет, там, через какой период времени оно появится, но по мере поступления информации, возможно, еще какие-то видосы на эту тему я буду записывать и высказывать свою точку зрения. Пишите, что вы думаете по поводу рубинов, какое у вас мнение, согласны ли вы с моей точкой зрения, и складывали ли вы для себя такой пазл, который сложил я, что вы думаете по этому поводу. Поддержите данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok